здравствуйте уважаемые телезрители в эфире программа эти директор с вами ведущий алексей нестеров и валерия шленкова добрый день дорогие друзья наш сегодняшний гость владимир лебединский аорус инжинирован директор департамента это добрый день владимир добрый день здравствуйте владимир владимир расскажите пожалуйста для начала о компании о том чем она занимается какие большие проекты делает чем известно хорошо постараюсь вкратце рассказать о росинжиниринг в текущем году отметила 15 лет можно сказать успешной работы на российском рынке в интересном сегменте таком уникальным для россии как мне кажется это горнолыжный инжиниринг мы занимаемся такими вещами как проектирование горнолыжных трасс канатных дорог и впоследствии перешли к проектированию курортов целиком к компания выполняет работы полностью от проектирования и предпроекта дальше мы можем выполнять строительные работы монтаж и комплектацию строек и впоследствии мы готовы даже обслуживать построенные горнолыжные курорты и объекты можно сразу вопрос а наша главная стройка горнолыжная в сочи вы тоже принимали участие да и там мы принимали участие часть объектов горнолыжного кластера олимпиады строили мы не пою с этого слова даже эксплуатировали моменты олимпиады некоторые головы трассы тоже представитель нашей компании владимир это очень интересно как вы подходили к организации этих проектов со стороны информационных технологий ведь это же очень большие масштабные проекты и по на этапе проектирования строительства и потом эксплуатации этих готовых объектов это большая работа бы достаточно внушительной команды сотрудников но конечно без применения этой технологии здесь не обходятся одну из ключевых на и технологии которые мы применяем при строительстве крупных масштабных проектов является применение геоинформационных технологий геоинформационных технологий для нас это не у нас прям выполнен за последнее время некоторыми некоторый взгляд некоторые наши видения того как они помогают нам работать все начинается с предпроекта и проработки идеи в этот момент мы можем собирать первоначальные данные из открытых источников и первых выездов на площадке подружать их систему анализировать потоки людей какие-то рельеф какие другие данные в виде рельефа а как вы их замеряете вот эти данные исходные данные получаются из разных источников это могут быть лазерное сканирование территории когда вот подрядчиков которые занимаются лазерным сканированием мы получаем планшеты которые достаточно автоматизировано мы до этого дошли попадают геоинформационную систему и становятся доступны всем командам проекта которые работают над данной территорией это бывает очень удобно в моменты когда эти данные обновляются они сразу становятся доступны всем командам и все команды могут произвести сверху своих решений предпроектных или проектных с теми данными которые были получены какие-нибудь может быть данные аэрофото съемки тоже используют да аэрофото съемка все 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 для нас гис это такой слоеный пирог данных который мы полномерно накладываем друг на друга можем включать выключать подсвечивать и с помощью этого анализировать те или иные принимаемые решения геоинформационные системы они используют из самого начала даже при планировании проекта то есть эти службы она идет впереди всех остальных я так понимаю сотрудников вашей компании для того чтобы обеспечить срез данных со службой проектирования да там когда здесь я хочу понять все таки где тут инициатива кто кто первый в этом колонне который двигается к успеху нельзя говорить что это департамент идет впереди мы стараемся выстроить свою работу таким образом чтобы предоставить бизнесу сервисы конечные до при открытии проекта или при открытии идеи или проработки идеи мы собираем или прям сразу можем отобразить первоначальные данные которые у нас есть это открытый когда это открытой карты это кадастровая карта росреестра которая предоставляется виде сервиса и мы ее не храним у себя забираем с серверов росреестра это рельеф каком-то приближении есть на эту территорию есть к дороге всевозможная открытая информация по поводу аэропортов численности населения грузопотоков и тому подобное все статистические данные наверное да да статистические данные мы можем подгружать за счет того что геоинформационные системы позволяют работать с разными типами данных были ситуации когда к нам приходит руководство с распечаткой с чертежом каким-то какой-то территории где обозначены некоторые объекты и что-то набросано мы берем эту карту так сказать нарисованы от руки и можем ее геопозиционировать вниз подложить карту уже местности более точную наложить информацию про кадастров да и прям сразу возникают масс вопросов снимается то есть по сути вы применяете технологию информационного моделирования в строительстве вот собирая все данные или как ее за рубежом называют бим-технология бим лишь одна из части одна из частей нашей работы конечно же многие объекты которые мы проектируем они проектируются в 3d сажаются на рельеф могут быть отображены на рельефе через через веб да это мы все умеем но здесь более используется некий более широкий подход можно сказать потому что мы еще стараемся анализировать весь всю территорию которой мы будем работать это особенности рельефа это те или иные опасности которые могут быть потому что особенность нашей работы работ в горах всевозможные природные и явления все это и формирует такую картину даже вот наши коллеги при при подготовке обсуждали такой термин как team территория information model который говорил о том что мы готовы показывать не помню не просто здание одно а совокупность зданий совокупность сетей на этой территории и какие-то другие особенности этой территории к примеру там покрытие сотовой связи или же какие-то еще вещи ведь их тоже можно привязывать и измерять в конкретной точке и отображать это очень важно чтобы везде на горнолыжном склоне у нас была связь мобильная иногда так могут спроектировать склон что где-то я мы упал и нельзя вызвать по мобильнику никого чувствуется опыт горнолыжный защита защиту проектировщих хотелось сказать что здесь конечно без работы сотовых операторов не обходятся и в какой-то части они должны принимать участие в более качественном покрытии ну это понятно а то есть у вас учитываются все потенциальные возможности этой территории только потом принимается решение там насколько мне стоит вкладываться для того чтобы строить там какой-то объект или нет одно из направлений бизнеса это предложить инвестору у которого есть территория какая-то что именно там построить какой объем какой номерной фонд построить какие трассы какой объем продаж да 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 какой благодаря действующей системе дорог допустим какой-то турпоток можно обеспечить на этом и вследствие этого инвестору предлагается конкретное решение вот применяемые вами технологии как-то помогают выбрать оптимальный вариант строительства например что проложить так трассу или по-другому объемы выборки грунта там оптимальное рассчитать да конечно в геоинформационную систему мы загружаем краски данные благодаря тому что она поддерживает версионность либо же срезы мы можем зафиксировать одно решение второе решение третье решение наложить их друг на друга показать как они отличаются на карте и конечно же дать подложить расчеты под это каким образом то или иное решение будет влиять на стоимость конечного проекта и для таких расчетов наверное нужны данные еще из каких-то других систем систем управления там и сметные данные и по срокам и бюджетом системы только со всем этим объемом не справится это как такая верхушка на айсберга которая вот блестит и все это делает красивым и удобным да действительно в нашей политике которым мы для себя вырабатываем геоинформационная система является одним окном а который позволяет наглядно отобразить информацию на карте все мы с определенного возраста умеем читать карты активными пользуемся но и с такими сервисами как яндекс и google карты стали ближе и посетили ли все телефоны с ними ходят прокладывать маршруты геоинформационная система являются одним окном мы считаем что геоинформационная система это не вещь в себе она должна быть интегрирована в информационную среду предприятия частности у нас она интегрирована с системы документ оборота с учетными системами 7 календарности его планирования и другими системой компании также она поддерживает обмен едиными справочниками все это необходимо для того чтобы проектные данные прям изначально в проекте привязывались к данным допустим системы электронный документ оборот чтобы мы в гис могли отобразить текущие планы или текущие текущие работы по конкретному объекту отстаем или не отстаем и фактически для нас гис наверно в перспективе в такой ближайший это дежурная карта проектов компании с возможными до дашбордами о том как выполняется проект как он реализуется какая текущая стоимость допустим проектов что выбирается конечно же из учетных систем то есть это такой рабочий инструмент руководитель среднего и высшего звена и как раз было такое определение атлетическая панель для для управления всеми задачами в удобном привычном виде да еще и 3d карт наверное можно и это даже визуализировать каким-то каком-то объемном виде там очки может виртуальные надеть и конечно вот это все будет очень интересно нам с вами поподробнее обсудить но здесь я хотел бы обратиться к телезрителям сейчас очень много говорится о применении технологии гис бим о связи данных по стоимости проектов по срокам исполнения по оптимизации со стороны государства требуется более четкий контроль за госпроектами и те компании которые идут здесь на острие передовые компании как как вот мы видим рос инжиниринг который уже связал данные и по срокам и по стоимости и по документообороту и по проектированию использует активно гис они являются таким примером успешной реализации этой стратегии то что нужно и нашему государству и обществу и бизнесу и более подробно мы с вами поговорим о том как это все сделано после небольшого перерыва оставайтесь с нами здравствуйте уважаемые телезрители в эфире продолжается программа эти директор ее ведущий алексей днестеров и валерия шлинкова добрый день дорогие друзья я напоминаю что наш сегодняшний гость владимир лебединский aoros engineering директор департамента эти еще раз добрый день владимир в первой части передачи мы довольно подробно поговорили о гис системе о том как она решает задачи инжиниринга проектирования там горнолыжных трасс склонов и других объектов а вот можете поподробнее рассказать про ее интеграцию с системами учета управления на предприятии вот вы уже говорили там документооборот что это за системы на чем они реализованы как эта интеграция реализована то конечно полномерно мы ввели работу такую достаточно обширную по созданию нормативно справочной информации в нашей компании выведено порядка шести или семи корпоративных справочников которые ведутся централизованно основные справочники конечно же справочник контрагентов справочник проектов справочников и сэр потому что каждый проект делится на этапы системы и подсистемы и другие справочники благодаря тому что все справочники ведутся централизованных распространяются во все наши системы связь происходит через них соответственно в геоинформационной системе при добавлении каких-либо объектов мы получаем код этого объекта код этот уникальный в рамках всей всей информационной нашей системы благодаря этому с помощью достаточно простых можно сказать запросов наверно формируется связи к документам сет по этому объекту можно перейти по на специальную вкладку и посмотреть договоры которые были заключены по этому объекту благодаря тому что справочник сэр транслируется в учетную систему и также все документы которые проводятся в системе один 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 из признаков это из сэр объекта могут формироваться связи и с учетной системы таким образом в геоинформационной системе как бы вот нашем едином окне мы можем видеть какие стоимостные характеристики объекта текущие выполнения если мы говорим про связь с системой календарного планирования с сэдом система электронного документа оборота по договорам как я уже сказал либо же по переписке которая была по этому объекту конечно это все наверно открывается в разных окнах мне кажется системы надо конечно да мы как раз позиционируем то что геоинформационная система она лишь выполняет окно да вот это вот и связь она не содержит в себе эти данные иначе бы конечно она была бы просто неповоротливая и здесь интересен взгляд наших коллег которые но зачастую когда вы рассказываем эту систему они говорят систему вас пустая все надо туда внутрь запихать но она не будет ворочаться да есть такое есть такое мнение почему туда что система должна хранить все в себе а вот наш все-таки взгляд на что с теми в нашем случае она должна быть интегрирована в систему в общей информационной средой быть связанной быть ее частью и позволять пользователям переходить между системами а вот например может ли у вас пользователь посмотреть там соответствие плана проекта например на текущую дату там вот что у него в календарном графике и визуализировать объект строительства там сравнить там как он должен быть в 3d модели как он там фотографии с объекта вот что-то такое есть а до такой интеграции мы еще не дошли но что мы можем сделать это мы можем посмотреть данные скорее системы календарности его планирования посмотреть какой уровень выполнения работ на текущий момент отклоняется отклонение или не отклонения вот такие данные мы можем посмотреть кроме этого у нас реализованы фотографии с площадки которые привязываются к объектам либо же конкретным территориям и сейчас мы реализовываем такой проект и пытаемся автоматизировать этот процесс фотофиксации всех этапов работ как бы чтобы если раньше они фотофиксировались из из и просто раскладываясь по папкам по дням фотофиксации то на сегодняшний день мы хотим сделать фотофиксацию привязаны во первых гео благодаря геометкам фотографии фотографии а второй момент хотим автоматизировать процесс для того чтобы фотографии привязывались к месту автоматически и конкретному объекту чтобы можно было да 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 если они привязываются к месту и если в данных снимка есть направление съемки даже можно указывать куда фотография смотрит то есть что мы что что мы видим это конечно же отображать на карте немаловажно сказать что наш портал наше решение внутренние геоинформационная среда она позволяет работать на планшетных устройствах на планшетах на телефонах то есть все эти данные доступны в полях может еще и что-то более современными за этом виртуальная реальность виртуальная реальность это наверное следующий шаг которому мы идем как раз благодаря тому что используют технологии как бим так и геоинформационные технологии и они полномерно в полноценной 3d мы можем реализовывать такие вещи как 3d модель территории целый и вот недели две назад мы тестировали решение наш сказать один из самых любимых наших объектов это гонолыжный автопарк на нем мы проводим всевозможные тесты тестируем наше решение соответственно в прошлом году он был обновлен достаточно серьезно обновлен и как раз все здания выполнялись в 3d в результате работ мы получили территорию с реальным рельефом посаженными зданиями новыми канатными дорогами всевозможными новыми зданиями которые появились на объекте и мы можем с помощью шлема виртуальной реальности погулять поэтому по этой территории взглянуть в коттеджи посмотреть что у них как они обставлены подняться на гору посмотреть с горы на территорию побывать в каких-то других местах бассейн это роскошь доступна только инвесторам или вот можно на сайт зайти на ваши посмотреть я пока это внутренняя вещь мы пока не мы еще не реализовывали с не выкладывали наружу пока нам будет использоваться внутри и больше наверное мы будем показывать это тело проектировщикам чтобы они больше могли посмотреть именно 3d модель курорта целиком вероятно будем показывать инвесторам при проработке каких-то конкретных решений что вот на эти территории можно зайти погулять по ним посмотреть как они будут выглядеть мне кажется потенциальным потребителям тоже было бы интересно владимир это же путь коммерциализации вот надеть шлем виртуальной реальности погрузиться ваш курорт еще встать на тренажер для лыж который вот так вот или можно уже никуда не ездить нет мы все-таки за то чтобы потенциальные потенциальные посетители к нам приезжали у вас же ведь компания эти выделена в структуре холдинга и по идее это может быть еще одним источником дохода для холдинга такие виртуальные технологии да у меня вопрос как раз по вашей эти команде потому что вы работаете с огромным объемом данных судя по всему то есть наверное ну вот ваша команда должна иметь разные специализации того чтобы работать с разными системами вот немножко про них можно то хорошо команда действительно выделена за рамки основного бизнеса в отдельные юрлицо который оказывает полный спектр айти услуг всем компаниям внутри группы мы стараемся оказывать полный спектр услуг вот по кабиной печати до соас решений по мере зрелости тех или иных компаний то есть мы оказываем рабочее место под ключ телефоне и все 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 как уже сказал 35 человек нас команда разделена на четыре направления это инфраструктурщики те кто занимается инфраструктурой одно из самых серьезных направлений которые создали спроектировали и теперь несут ответственность за всю нашу инфраструктуру много немало это 300 серверов я подбивал данные 300 серверов 340 терабайт данных 300 управляемых устройств для нашей инфраструктуры очень большой груз ответственности следующее направление это так называемые люди кто работают с а то в основном это направление 1с стоит 6 человек мы сами до дорабатываем наше решение а сколько же всего пользователей в системах 1с у вас работает всем их 1с работает до 400 пользователей 6 человек 400 пользователей подержи да и и 30 юрлиц ухты юридических лет ну 30 баз давайте так говорим следующее направление как раз геоинформационной системы которая занимается развитием и поддержкой и наполнением нашей геоинформационной системы принятие решений помогает нашим пользователям и что немаловажно проводят такое обучающее мероприятие потому как гис может помочь проектировщикам ведь это достаточно большая работа рассказать самим пользователям как новые инструменты либо же те сложные моменты которые пользователи есть работе могут быть решены другими средствами в частности есть примеры когда мы реализуем загрузку данных в гис при ручном обра при ручной обработке занимает порядка двух дней работы инженера при автоматизированном варианте но минут 15 минут 15 она отображается в системе и с ней можно иметь дело вот вот этим вот именно такими маленьким как можно сказать такими немножко сленг да но фишечками мы стараемся завлекать пользователей пользоваться системой рассказываем о ней привлекаем все новые и новые подразделения где вы находите таких специалистов уникальных по сути в гис технологиях там в бим технологиях или сами готовить их это один из таких сложных вопросов конечно же кадры я считаю что мне повезло со всей командой которая обслуживает сейчас работает на благородс инжиниринга в департаменте это люди увлекающиеся профессией увлекающиеся уделяющие работе не только восемь часов вот просто поглощенные полностью вот и да действительно сейчас проходит такой достаточно сложный этап у нас мы в новой инфраструктуре прожили около пяти лет команда достаточно была сплоченная и единая ну и сейчас появляются моменты когда сотрудники перерастают возможности нашей компании наш инфраструктура действительно ребята знающие умные они находят другие места работы и сейчас мы занимаемся вот вплотную можно сказать столкнулись с проблемой кадров и будем ее тоже решать уважаемые телезрители в эфире была программа эти директор и и гость владимир лебединский и ведущие валерия шленкова и алексей нестеров спасибо за внимание и до новых встреч